Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Gladiator Simulator. Для этого переходим на мой личный сайт, так же ссылка на него как всегда будет в описании. Перед началом, если у вас нет никакого чита на эмулятор андроида, то переходим во вкладку Exploits. И скачиваем вот этот вот чит, первый по счету, где в скобочках написано Mobile. До сих пор не знаю, как правильно он произносится, Hydrogen или Hydrogen, пик его знает, но это не суть. Короче, его устанавливаете, можете его также на телефон установить, с помощью телефона тоже им можно пользоваться. Дальше, после того, как установите этот чит, в поиске пишем нужный нам режим, то есть Gladiator Simulator. Дальше нажимаем поиск. И вот появляются два скрипта. В принципе, разница особо небольшая, единственное, что в первом скрипте немножко побольше функций. Вот его сегодня буду показывать. Чтобы его получить, нажимаем кнопочку скачать. Далее еще раз скачать. И вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Мы его копируем, заходим в эмулятор андроида. Я уже зашел в Roblox. Дальше нажимаем вот на эту стрелочку. И нажимаем на кнопку Execute Clipboard. Дальше мы сворачиваем чит. И вот появляется скрипт. Отлично. Так, это тоже давайте закроем, чтобы не мешало. И давайте тестить. Так, давайте сюда куда-нибудь его поставлю. Первая функция это PowerFarm. Включаем, смотрим, что происходит. Видите, начинает прибавляться сила. Отлично, эта функция работает. Идем сразу дальше. Дальше у нас AutoFight. Смотрите, как он работает. Вы подходите к какому-то мобу, ну, которого вы можете убить. У меня даже силы хватает, чтобы вот с этим сразиться. Давайте к нему подойду. Включаем эту функцию. И смотрим, что происходит. Я сразу автоматически принимаю поединок с этим мобом. И начинаю с ним сражаться. И потихонечку его побеждаю. Отлично. И тем самым мне прибавляют победы. Вот у меня сейчас 8 побед. Смотрим, сколько сейчас станет. 13. Отлично. Получается, 5 побед добавили. Так, давайте быстренько на яйцо накопим, чтобы еще проверить, автооткрытие работает или нет. Сейчас мы его еще раз последний раз победим. И на этом можно остановить фарм. Все, отлично. Останавливаем. Дальше бежим к яйцу. Так. Блин, неудобно здесь бегать. Вот это вот бесит. Короче, я понял прикол. Если ты бежишь, в момент того, когда ты бежишь, нажимаешь на какую-то кнопку, ты останавливаешься бежать. То есть, когда ты бегаешь, лучше на кнопки, на мышки вообще не нажимать никакие. Тогда нормально вроде бегается. Так, подходим к этому яйцу. Включаем хэйч. И, как видите, автооткрытие сработало. Отлично. Так, мне выпал какой-то питомец. Где его посмотреть? Вот, нашел. Так, одеваем этих пэтов. Все отлично. Так, они, получается, дают умножение на что? На силу. Отлично. Так. Дальше, следующая функция, это автопокупка мечей. Так, ну, скорее всего, на это мне не хватит, потому что они вроде за победу тоже покупаются. Но эта функция работает, я до записи видео проверял. Так что, можете не сомневаться. Дальше, следующая функция, это автриберст. Скорее всего, мне не хватит. Да, мне не хватает. Ну, эта функция тоже 100% работает. Дальше, claim rewards, это получить ежедневные награды. Вот, получается, вы когда находитесь в игре, вы включаете эту функцию, и автоматически все награды соберутся. Отлично. И последняя функция, это телепорт. То есть, выбираете, куда хотите тпхнуться, и туда тпхаетесь. Как видите, телепорт тоже работает. Все четко. В принципе, на этом буду заканчивать. Кому понравился данный видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. Также не забывайте пользоваться моим сайтом. Ссылка на него, как всегда, будет в описании. А с вами была Избан. Всем удачи, и пока. Продолжение следует...